Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня мы с вами поговорим о новом фрукте, который появился у нас с обновой 20 в Блокс Руц. И это, конечно же, фрукт Мамонт. Вот о нем сегодня и поговорим. Но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео и оставлять свои комментарии. Первым делом большое спасибо хочу сказать Лене. Если бы не он, то не было бы этого прекрасного видео. Ведь именно он мне дал фрукт Мамонт. За что ему большое спасибо. Лене, ты супер! Ну что, ребята, давайте попробуем пробудить древнюю сущность Мамонта. И для этого, конечно, нам надо схомячить этот замечательный фрукт Мамонт, что я сейчас и сделаю. Ммм, ну по вкусу он напоминает другие фрукты, но я уже ощущаю его сущность у меня внутри. Теперь я по-быстрому прокачаю фрукт и мы уже перейдем к обзору скиллов. Да, кстати, забыл сказать, Мамонт это мифический фрукт зверя, который вы можете приобрести у торговца фруктами за 2 миллиона 700 тысяч белли. Конечно, если он будет в стоке. Ну или же купить за робуксы. И вам на это понадобится 2350 робуксов. Что совсем не дешево, но кому очень нужен Мамонт, пожалуйста, покупаем. Фрукт Мамонт вы можете использовать в трансформации, а также без нее. Давайте же вначале рассмотрим все скиллы, которые вы используете без трансформации фрукта Мамонт. Итак, первый скилл на Зе. И называется он Древний Рещик. Из вас как бы выходит дух Мамонта, топает по земле и посылает 3 больших удара, которые сносят все на своем пути. Этот скилл также можно использовать в воздухе. В общем, своеобразная и прикольная атака с очень красивой анимацией. Следующий скилл на Х. Вы также превращаетесь в темную сущность Мамонта. И на очень большой колоссальной скорости стремитесь к своему врагу. Если вы его зацепили, то подкидываете вверх и наносите при этом урон. Следующий скилл похож на предыдущий. И называется он Колоссальная Дробилка. И активируется на Си. Но в этот раз вы также делаете быстрый рывок вперед. Но вместо того, чтобы подбрасывать вашу цель вверх, вы ее наоборот сбиваете с ног и прибиваете к земле. Следующий скилл Трансформация. Но пока мы его отложим на потом. Давайте же посмотрим на другой скилл, который называется Паническое Бегство. Пользователь прыгает вперед и наносит урон по своей цели. Кстати, ребят, чем больше вы задерживаете F, тем дальше прыгнет ваша сущность Мамонта. Но, конечно же, это не говорит о том, что вы должны полчаса сидеть с нажатой клавишей F. Нет, ребят, зажали. Как только вы услышали рев Мамонта, это значит он готов к более дальнему прыжку. Отпускаем и прыгаем. Если вы не отпустите F, то Мамонт сам решит через некоторое время прыгнуть. Ведь ему уже надоело так стоять. Ну а теперь давайте же перейдем к самому вкусненькому в этом фрукте. И как я говорил, мы можем трансформироваться в Мамонта, нажав клавишу V. Нажимаем и мы становимся просто большим бронированным Мамонтом. Посмотрите, какая это красотища. Ну красотища, красотища. Так давайте же посмотрим, эффективна ли эта трансформация. Как говорит наша википедия BloxFruits, то когда мы находимся в трансформации Мамонта, наша защита увеличивается аж на 60%. Что довольно таки неплохо. Также находясь в трансформации, просто кликая, вы уже можете наносить урон. Вы делаете комбо из 4 ударов. Используя 2 удара туловища, и также топаете передними лапами. И завершаете все это комбо яростным ревом. Очень прикольно. Когда мы используем фрукт Будды в трансформации, подпрыгивая, мы наносим урон. Здесь же все происходит с точностью наоборот. Когда Мамонт подпрыгивает, не наносит урон. А вот когда он приземляется, уже наносит урон врагам. Теперь, ребят, если мы нажмем на Z, то вместо 3 ударов вперед, мы пошлем целых 5. То есть захват площади для урона намного больше. Что очень прикольно. Наш Мамонт рулит. Нажимая X, наш Мамонт также разбегается с колоссальной скоростью вперед и подбрасывает высоко в воздух врага. Эта атака наносит просто колоссальный урон. Нажимаем C, и наш Мамонт с большой скоростью разгоняется вперед, хватает свою жертву и ударяет ее с большой силой о землю. Если же мы опять нажмем на трансформацию, то превратимся опять в обычного человека или кролика, как в моем случае. Ну и теперь мы подошли к самому интересному, ребят. Что отличает фрукт Мамонт от других фруктов? Ведь если вы находитесь в трансформации и нажмете F, то есть паническое бегство, и не будете отпускать, вы просто будете бегать и таранить все вокруг себя. И пока вы это делаете, вам могут нанести урон, но вас не могут оглушить. То есть вы получаете урон, но продолжаете бегать, как Бешеный Мамонт, и таранить все вокруг себя. Очень даже прикольный скилл, и сейчас я вам расскажу, где его лучше всего использовать. А больше всего, конечно, этот скилл подходит для морских путешествий, ребят. Особенно если у вас есть крутая команда, и вы как помощник именно по дамагу, просто незаменим, когда используете фрукт Мамонт. Ведь убивать сиабистов теперь легче простого, ребят. Также помочь убить террошарк вам не составит труда. Конечно же, будьте аккуратны, чтобы не умереть. Ну а убивать Левиафана одно удовольствие. Вы наносите колоссальный дамаг этим скиллом, и плюс, еще скорее всего, получите очень много чешуек. А это нам и надо. Да, кстати, забыл сказать, фрукт Мамонт получает урон в воде. Но если вы счастливый обладатель расы шарк, то, конечно же, это не проблема. Теперь вы не будете получать урон в воде. В общем, давайте подведем итоги. По мне, дакфрукт Мамонт это только для морских путешествий, чтобы помогать своим друзьям по-быстрому все уничтожать. Включая сиабиста, включая террошарк и, конечно же, Левиафана. Но если вы отправитесь один в морские путешествия фармить что-то, то вы очень легко будете убивать только сиабистов. А вот террошарк вам уже придется попыхтеть, и я не знаю, сможете вы так легко убить его или нет. Скорее всего, вам понадобится помощь еще одного игрока, типа Будды или Магмы. Посмотрев это видео, я думаю, у тебя сложилась идея. Нужен ли тебе фрукт Мамонт или нет? Может, даже ты нашел что-то интересненькое, чтобы его использовать в ПВП битвах? Если это так, то обязательно напиши это в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Да я думаю, и ребятам будет интересно послушать, как себя Мамонт ведет в ПВП битвах. Стоит ли его брать или нет? Но если ты только начинаешь исследовать морские путешествия и еще ни разу не убивал ни Левиафана, ни Террошарк, то я думаю, фрукт Мамонт будет для тебя полезен. И не только для тебя, и для твоей команды. Так что можешь его смело кушать, прокачивать и открывать функцию на F Паническое бегство в трансформации. Ты будешь очень незаменимым помощником. И также, конечно, наберешь кучу чешуек Левиафана, то, что тебе и надо. Ну и, конечно же, не забудьте, если вы используете Мамонта, то для морских путешествий вам, конечно же, еще пригодится щит Левиафана, чтобы повысить свою броню. Так что копим на него чешуйки и покупаем. В общем, ребята, делимся своими мыслями, пишем это в комментариях. Так сказать, не остаемся безразличными. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Ведь для вас впереди у меня подготовлены еще более крутые видео и интересные. Так что подписываемся на канал. Ну а с вами был Счастливый Кролик. Всем добра. Пока-пока.